Всю прошлую неделю биткоин находился в сложном положении. Несмотря на ожидания аналитиков, цифровое золото обрушилось, в очередной раз доказав бесперспективность инвестиций для обычных пользователей. Дело в том, что уже несколько дней эксперты фиксируют массовый вывод биткоинов на холодные кошельки. Это происходит на фоне масштабных покупок большими игроками. Получается любопытная картина, в последнее время многие обычные люди пытались купить немного криптовалюты, надеясь увеличить свой благосостояние. Сложившаяся паника вынудила многих из них скинуть приобретенную криптовалюту. Для некоторых потери нескольких сотен долларов не критично, но все это складывается в гигантский ком, из миллионов долларов, выгоду от реализации которого получают исключительно крупные игроки. Сегодня эксперты констатируют, что утром 22 ноября стоимость биткоина впервые с начала октября достигала отметки в 55,6 тысяч. На момент написания данного материала цифровое золото отыграло падение, но все также торгуется на самых низких отметках за месяц. Если изучить мнение экспертов, представленное на сайте РБК, то можно сделать вывод, что все они видят примерно одинаковый сценарий развития событий. Так, в течение текущей недели будут локальные прорывы, но в целом биткоину будет сложно выйти за 60 тысяч долларов. Аналитики пишут, что корректировка была нужна рынку, это в очередной раз позволило отсеять непрофессиональных игроков, а также нарастить капиталовложения тем, кто принимает криптовалюты всерьез, и планирует долговременные инвестиции, а не спекуляции и демпинг. После достижения отметки в 60 тысяч долларов биткоина снова перейдет к росту. Это позволит ему спокойно достичь 70 000 уже в декабре, а к концу года приблизится к рекордным 80 тысячам. Некоторые эксперты полагают, что в настоящее время заметно давление со стороны медведей, поэтому непрофессиональным инвесторам лучше не делать резких движений. Это может привести к ощутимым потерям, ведь никто точно не знает, в какую сторону пойдет рынок. Отметим, что текущая коррекция случилась по вине американского правительства, которое решило усилить давление на криптовалюты. Так, штат криптоспециалистов в гостепартаменте увеличится на 300 человек, в обязанности которых будет входить контроль за киберпреступлениями и нарушениями законодательства в налоговой сфере. От всех участников рынка потребуют тесного сотрудничества с налоговой, а значит больше скрывать свои действия будет сложно. Теоретически, это позволит деанонимизировать часть китов. Хотя здесь приходится констатировать, что секретные данные о личности владельцев будут поступать напрямую в налоговую и не будут раскрываться общественности.